В соседнем Кыргызстане второй день не стихают массовые беспорядки из-за итогов выборов в парламент страны. Накануне утром сторонники партии, не прошедшие в Жогарку Кинеш, это законодательный орган республики, начали митинговать в центре Бишкека. Участники акции потребовали отменить итоги голосования, а вечером начались столкновения активистов с силовиками. Уже ночью демонстранты прорвались на территорию здания парламента. Местные СМИ с пометкой «Молния» сообщили, что кабинеты и зал заседания Белого дома разгромлены. На многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара, который вспыхнул в одном из помещений. Этой же ночью протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Тамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности. В числе освобожденных также бывший премьер-министр Саппар Исаков, а также два экс-депутата Садр Жапаров и Равшан Джейнбеков. А вот ранее осужденного главу МВД Курсана Асанова протестующие назначили комендантом Бишкека. Тем временем сразу несколько руководителей регионов Кыргызстана подали в отставку. Президент страны Саурамбай Джейнбеков уже выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о возможном аннулировании результатов выбора в случае выявления нарушений. Глава государства также призвал силовиков не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизни людей.